Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 26 марта, день Никифора. В этот день состоялось принесение честных мощей Никифора, патриарха Царьградского. За почитание святых икон был низвержен с престола своего царем и отослан на остров Прокинис. Здесь он 30 лет провел в заточении и поругании. Когда он пристался к Господу, то был погребен при храме святого мученика Феодора. Решено было перенести мощи. При вскрытии гробницы через 19 лет, после кончины Никифора, тело его было нетленно и благоухало. Талая вода просачивается в берлогу и начинает будить от зимней спячки медведя. В народе было принято думать, что именно с этого дня начинают просыпаться медведи. И поговаривали, пока талая вода медведю бока не промочит, он из берлоги не выскочит. В народе было принято считать, что медведь это человек в зверином облике, обросший шерстью. По последнему льду на водоемах хорошо клюет плотва, окунь и яс. Приметы. На Никифора туман, значит, лето будет ненастным. Медведь проснулся, началась настоящая весна. Из березы сегодня много суха течет к ненастному лету. В этот день вода обладает целебной силой и потому с ее помощью можно лечить всевозможные болезни. Северный ветер сегодня подул и прогремел первый гром. Весна будет затяжной, а лето прохладным. Если же во время грозы дует теплый южный ветер, лето и весна будут теплыми. Искупаться сегодня в чистой воде к здоровью, поэтому купались в источнике или родниковой воде. Порезаться в этот день нежелательно, можно сильно испугаться. Сегодня принято с особым почтением относиться к растениям, рубить деревья противопоказанное. Доброе здоровье, уважаемые подписчики. Вот смотрите, мне пришло письмо. Как раз оно поможет многим. И заодно расскажет о положительных методах очищения организма. И причем в самых неожиданных ситуациях. Итак, добрый день, Петрович, пишет вам. Я уже писал в декабре вам о том, как мы с точкой чистили печень. С диагнозом эпилепсии. Чистка прошла успешно. Через три недели сделали вторую чистку. В этот раз пошли камни размером горошек. Много и слизи, и еще много мути. Наша задача при очищении печени, это вернуть ее нормальную работоспособность. Которая мешает вот эти разные там камушки, слизи и прочая там муть. Цвет лица изменился в лучшую сторону. Прошла сыпь. Десять лет почти была на лице. Еще от приема эпилептиков было постоянно на руках тоже разное высыпание. Ну а что вы хотите? Если принимаются разного рода лекарства, наши органы выделения не приспособлены к выведению вот этих вот химических веществ. Естественно, они начинают выходить через кожу в конце концов. То есть кожа включается как орган выделения и начинаются все эти вещи. Все прошло. Теперь хочу написать о другой чистке. Вдохновившись этой чисткой, решила сделать чистку печени старшей дочери. Ей 22 года. При росте 168 сантиметров весит 104 килограмма. Уже не в силах с ней бороться, с ее весом. Начинала она диеты, опять срывалась, постоянные сладости. Но здесь требуется в основном самодисциплина. Если есть самодисциплина, и пожалуйста, вы можете посмотреть мои видосики из целебной кулинарии, как женщина там, я не знаю, сколько там, 50 килограмм что ли сбросила. То есть все заключается в самодисциплине, и человек начинает организовать вокруг себя пространство. Пространство, которое состоит из кухни и еды на ней. Учиться правильно готовить, ну и многое другое. Но в основном самодисциплина. Так. И умение создать для себя среду, которая бы вас поддерживала. А не просто плыть по течению. Продолжаем. Дня 4 делала подготовку. Выпили травы, побурево и вечером оливковое масло с лимонным соком. Грелку клали. Выпила масло и сок почти сразу. Несколько глотков в 180 грамм. Сразу стало плохо. Сильная слабость. И через 20 минут все вырвало. Значит, вот это и является ошибкой. Практически даже здоровому человеку невозможно за один раз выпить 200 граммов лимонного сока и 200 граммов масла. Это очень большая доза, которая сразу резко меняет все там внутренние состояния организма. И организм пытается от этого сразу же избавиться через рвоту. Поэтому для этого надо принимать масло по глоточку. Лимонный сок, потом масло, потом лимонный сок. Или масло, потом лимонный сок. Вот по глоточку всего лишь на все. Минут через 20 следующий. Минут через 20 следующий. Не надо спешить. Вот это очень важно. Тогда организм все это сможет в себя вобрать. Сможет все это, будем говорить, направить туда, куда надо. И чистка будет. То есть, в данном случае, смотрите, вот что вышло. Получилась чистка желудка с помощью рвоты. А нам надо сделать прослабление, чистку печени и желчного пузыря. А для этого надо совсем по-другому действовать. Как я вам говорил. Больше масла не пили. На утро после клизмы вышло чуть-чуть слиз и почти все на этом. Второй день опять выпили свекольный яблочный сок. Позже кашу из овсянки. 14.00 яблоко. С 14.00 с грелкой ходила, лежала. Снова пила масло и сок. В 18.30. Вопреки моему желанию масло и сок выпила почти сразу же. Опять та же ошибка. Возможно, как-то и не хочется, вы знаете, вот эту всю процедуру растягивать. Но если вы хотите эту чистку сделать, надо просто-напросто соблюдать технологию. Во всем существует своя технология. Если ее соблюдаете, получается. Если не соблюдаете, значит ничего не будет. Вот. И сразу стало очень плохо и сильно слабость. Выпила ножку. Через 5-10 минут вырвала. Уже в 22.30 начала пить масло по гладку. Через каждые 15 минут. Это уже не вырвало. Вот. Уже совсем другое. Но думаю, это было мало. 100 грамм второй раз, 200 грамм пить отказалось. Вот когда все делается правильно, то достаточно и 100 граммов. Любое насилие над организмом, а тем более над человеком, который не понимает, что и как, для чего и как это все должно быть. Теперь у него просто-напросто отторжение идет. Важно, чтобы человек сам этого захотел. Чтобы он вник в эту процедуру. Как делать? Что делать? Чтобы он чувствовал ее. Вот тогда будет. А как раз о том, как чувствовать. Вот. Я совсем недавно рассказывал, как мужчина рассказывал, как у него выходил камушек. Там чуть ли не зредский орешек такой. Так. После этого заснуло в пол первого. На утро сделали клизмы, вышло 4-5 камней размером чуть больше гороши. Но нам камни не интересуют. Это как следствие того, насколько камни показывают, муть показывают, слизь показывают. Насколько ваш организм загрязнен и что ему мешает. Наша задача нормализовать функцию печени. Я думаю, что масло мы выпили неправильно. Можно сказать, с залповым. А то, что выпили после этого 100 грамм было мало для веса. И опять-таки, здесь дело не в весе человека. Это очень важно понимать. Это совершенно другие параметры. Нам надо вызвать мощный желчегонный эффект. А для этого бывает вполне достаточно и 100 грамм. Даже 50 граммов. Но это все надо сделать очень грамотно. И тогда будет нормально. С весом это не связано. Теперь мы хотим повторить недели через три. Только масло растянуть, пить по гладку. Да, так и надо. Очень хотелось, чтобы она почистила печень и после этого нормализовать питание. Ну, рассуждайте вообще-то правильно. Очень трудно в наше время, когда изобилие всей этой травы отвалит молодежь. У нас постоянная борьба с детьми умудряется и в школе, и в других местах. Это есть. Объясните, пожалуйста, причину неудавшейся очистки. С уважением Л. Все было объяснено по ходу прочтения этого письма. Знаете, что я еще порекомендовал? Растянуть предварительную подготовку. Не 3-4 дня, а растянуть ее на неделю. То есть вот эти вот травы по бабушке буревая пить, пить. И там тоже можно дозировку этих трав уменьшить. Но вот это растянуть, чтобы все там в печени, в кишечнике, вот эта вот слизь как-то она, знаете, ну, будем говорить, частично вышла. Чтобы печень могла сработать. Если слишком много в кишечнике слизи разного рода, то, как правило, вот эта вся процедура действует не в печень. Вот она не всасывается. Она действует как-то мимо, срабатывает. И только после того, как хорошенько вот эта вот слизь это очистит, вот это выйдет некая такая пробка. Особенно это хорошо было разъяснено на примере Эдуарда. Спонсорская подписка, смотрите. Чистка печени удалась, все пошло так, как надо. А пока вот эта вот там, куча этой слизи, куча всяких этих посторонних веществ в кишечнике, о которых мы даже не подозреваем разного рода там паразитов, ничего это не удается. Вот что я хотел бы вам сказать. Подписать.